Здравствуйте! В эфире программа «Действие». Ее веду я, Анатолий Аксаков и Василий Богданов. Да, спасибо. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Алюнин, председатель правления «Росбанк». Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Добрый день. Дмитрий Юрьевич, ну, конец прошлого года, начало текущего, шок населения, предприятия, банки, все испытали его. Ну, сейчас ситуация вроде бы по формальным внешним показателям стабилизировалась. И все-таки, как себя чувствуют сегодняшний день кредитные организации, какие проблемы их волнуют, к чему они движутся? Ну, действительно, декабрь был, конечно, таким впечатляющим месяцем с точки зрения неожиданности и амплитуды изменений валютного курса и состояния ликвидности. Я думаю, что можно будет с определенным опытом, который мы приобретем, вернуться к анализу этих обстоятельств. Но так или иначе, я считаю, они носили экстраординарный характер. И весь первый квартал система жила в условиях шока, пытаясь разобраться, как ей действовать дальше. Сегодня, надо признать, что ситуация, конечно, стабилизировалась по отношению с тем, что было в декабре. Мы видим, что и макроэкономические показатели вернулись в достаточно умеренные коридоры. Да и, собственно говоря, риторика банков сместилась от вопросов выживания, ликвидности к вопросам более долгосрочных, вопросам качества кредитного портфеля. Что, впрочем, было свойственно и кризису 2008-2009 года. Вы помните, что первые месяцы основные заботы были про то, как избежать системных кризисов банковской системы, в то время как на самом деле наиболее глубокими проблемами были проблемы именно экономические, то, что называют реальным сектором. Сегодня к проблемам промышленности добавились проблемы розничного кредитования, проблемы состояния розничного бизнеса банков, учитывая, что доля розничного кредитования в портфелях существенно выше, чем в 2009 году, например. А у вас примерно половина, да? 50 на 50. Да и, собственно говоря, значение розничного кредитования для населения и, в конечном счете, для спроса и промышленности, как основного поставщика товаров, потребляемых населением, является исключительно важно. При этом розничное кредитование, оно сдерживалось, в том числе и центральным банком. Центральный банк считал, что там назревает пузырь, необходимы аппетиты банков притормозить. Были повышенные нормативы, формирование резервов сформированы и потребованы стороны Центрального банка. И сейчас розничное кредитование имеет отрицательный темп и рост. Как, впрочем, и кредитование малого и среднего бизнеса. Как вы считаете, вот те требования Центрального банка, которые были применены некоторое время назад, стоит приостановить, смягчить и так далее? Что здесь необходимо сделать? Я думаю, что сегодня все-таки основными проблемами, которые сдерживают розничное кредитование, являются три. И в этом смысле смягчение или ужесточение требований регулятора будут иметь эффект, но неопределяющий. Но их необходимо применить сейчас? Я думаю, что не надо усугублять и ужесточать тех мер, которые были приняты ранее. Но я не думаю, что было бы правильным вернуться, например, к тем решениям по резервированию, которые были раньше. Я не думаю, что это нужно сделать сейчас. Дело совсем не в этом или не только в этом? Ну, я думаю, что дальнейшее ужесточение требований, как минимум, несвоевременно, потому что все-таки банки находятся в этом году, будут находиться, уже находятся под сильным давлением с точки зрения рентабельности и достаточности капитала. Уровень достаточности капитала достиг где-то 12%, и, в общем-то, это невысокий уровень, при том, что инфляционные ожидания большие. То есть даже под эффектом инфляции объем бизнеса будет расти. Я бы выделил все-таки три основных проблем, если говорить о розничном секторе, в особенности, о котором вы как раз говорили. Это спрос. И спрос, в свою очередь, двумя причинами подавляется. Это ценой, высокой ставкой. И здесь, безусловно, мы приветствуем все шаги по снижению ставки. С другой стороны, естественным желанием населения в период неопределенности снизить зависимость от кредита. То есть, то, что называют умным словом, делеверидж. Да, да. Не брать новые, погасить старые. Погасить старые, снизить риски, снизить зависимость, учитывая, что когда у вас нет уверенности в доходах завтрашнего дня, будут ли они не только расти, но и вообще будут ли сохранены даже на текущем уровне. Конечно, вам хочется... Но на этот показатель банки не могут повлиять. Они не могут. Но на спрос это влияет, и, соответственно, это существенно влияет на то, что мы можем производить и продавать клиентам. Таким образом, цена, таким образом, это склонность к заимствованиям населения в силу их собственного ощущения надежности и уверенности в завтрашнем дне. И третий фактор – это риски. Риски – это, соответственно, дополнительное ужесточение внутренней рисковой политики банков. Потому что надо признать, что весь... Начиная, в принципе, с 2013 года розничный сектор стал показывать опережающий рост рисков. В прошлом году он продолжился, а в этом году он остается высоким и выше, чем в прошлый год, еще где-то на 15%. От банка к банкам ситуация разная. Более страдают банки, которые занимались потребительским кредитованием, в первую очередь, посткредитованием. В меньшей степени это заметно в ипотеке. Тем не менее, все банки в той или иной степени ощущают на своей, что называется, шкуре рост рисков розничного кредитования. Достаточно, например, посмотреть на крупнейшие российские банки, особенно частные. В них рост просроченной задолженности может достигать даже 15%. Это большая проблема, да. Вот если вернуться к ситуации. У вас довольно большой портфель. Я имею в виду группы ипотечных кредитов. Есть часть подразделений, которые занимаются автокредитованием, розничным кредитованием. Где, какова ситуация? Ипотечное кредитование растет, автокредитование скорее падает, поскольку общий спрос на автомобили упал. Безусловно. Если говорить о Росбанке, то у нас доля розницы и корпоратов одинаковая. Если добавить группу Росбанк, то есть и дельта-кредит, и Росфинанс, то у нас, конечно, розница побольше. Совокупно наш ипотечный портфель составляет порядка 150 миллиардов. Мы по этому параметру четвертый в стране. И ипотечный портфель действительно и с точки зрения сохранения темпа выдач, и с точки зрения динамики погашения намного более устойчив. Опять же, динамика погашения имеет значение, потому что в отличие от автокредов, средний срок ипотечных кредитов порядка 7 лет. Выдаются они на 15, но с учетом досрочного погашения 7 лет – это довольно долго. Это значит, что эффект ускоренной амортизации портфеля по сравнению с выдачами не так заметен. Автокредиты существенно более короткие. И тем более, что автокредиты особенно страдают в силу резкого снижения спроса. Резкого снижения спроса. Плюс ко всему, те программы, которые были государством уже использованы поддержки сектора, они были в прошлом году. То есть, в данном случае они, сохраняясь, позволяют не ухудшать ситуацию, но не могут ее улучшить. Добавить не могут. Я хотел спросить как раз по ипотечному кредитованию. Там темпы роста сохранились все-таки какие-то. Я имею в виду, рост идет? Сейчас пошел. Пошел, да. То есть, после существенного снижения, меньшего еще раз, чем в потреб кредитования. То есть, в ипотеке падение спроса составило, где-то 50%. В потребительском кредитовании до 85% снизилось производство кредитов. В ипотеке сейчас ситуация выправляется. В том числе, за счет включения программы субсидирования первичной ипотеки. Да, безусловно, мы в ней участвуем. Бесспорно, не в таких масштабах, как Сбербанк. Но, тем не менее, мы свою лепту вносим и рассматриваем это как инструмент, безусловно, оживления ипотечного сектора. Хотя, опять же, мы должны посмотреть за тем, как население будет реагировать на это предложение. Ставка 11,5% безусловно привлекательна. Но, тем не менее, остается в условиях падения реальной покупательной способности населения, тем не менее, высокой. Вот это вот такое желание не принимать дополнительных рисков, насколько оно может компенсировать спрос, который стимулируется дополнительными мерами поддержки. Надо будет посмотреть, на самом деле. Ну да, один тоже знакомый банкир говорил, что когда инфляция такая, как сейчас, нынешние 11,5% гораздо привлекательнее, чем бывшие в прошлом году. Вопрос в другом, что просто, как вы правильно говорите, действительно люди не так уверенно смотрят в ближайшее будущее. Совершенно верно. Но спрос есть, и он увеличивается. Спрос есть, заявки есть. Есть определенный оптимизм. Заявки есть, определенный оптимизм есть, и все банки сегодня, мы не так давно приступили к этой программе, буквально там несколько, ну, с месяц, да, и ее итоги подводить пока рано. Тем не менее, мы видим, что все-таки поддержка первичной ипотеки имеет значение. Имеет значение. А вот программа поддержки автокредитования, которое заявлено правительством, как считаете, она будет эффективна? Я не думаю, что она окажет столь существенное влияние на динамику, динамику портфеля. Действительно, портфель автокредитования снижается, и за первый квартал порядка 6% снижения составило портфеля в целом банковского сектора автокредитного. Я не думаю, что эту тенденцию удастся преломить, тем более, что объем продаж новых автомашин упал, как мы знаем, больше, чем 50%. А вот скажите, в этой ситуации, которую вы так очень хорошо обрисовали, вы сами, как банк, на что больше делаете ставку? На сохранение текущих клиентов, на удержание текущих позиций, или все-таки развиваете какие-то новые программы, ищете новые какие-то, может быть, узконишевые сегменты, или, может быть, внутри что-то делаете, закрываете отделение, или, наоборот, захватываете новые, покупаете другие банки? Ну, покупать другие банки мы не покупаем, но все остальное делаем. Все остальное делаем, безусловно, акцент должен сейчас быть средоточен в трех направлениях для банков. Первое – это продажи, потому что, особенно в рознице, банк, который перестает продавать, он очень быстро. Ну да, да. То есть нужно замереть, или все-таки нужно быстрее бежать клиентам? Опять же, я думаю, что каждый банк здесь выбирает свою стратегию, поэтому я не могу дать какого-то универсального совета. Что мы делаем? Мы, безусловно, активно движемся в сторону развития бизнеса. Достаточно сказать, что у нас исторически не было прямых продаж, так называемых отделов прямых продаж, когда продавцы непосредственно идут на предприятия, работают с клиентами. Но вы имеете в виду в корпоративном сегменте? В рознице. В рознице? В рознице. Мы только в этом квартале открыли проект развития прямых продаж, набрали персонал, и сейчас планируем вернуть его на всю сеть. А многие банки сейчас сокращают свою сетку, а вы в этом процессе тоже идете. Но это одно другому не мешает. Поэтому я говорю, здесь вот три направления. Первое – это для нас развитие бизнеса, мы инвестируем в это, и в том числе и в технологии. Мы порядка 4 миллиардов рублей в этом году инвестируем в новые технологии. Второе – это сокращение расходов, которое идет в параллель. И мы, как и другие банки, сокращаем сеть частично. У нас сейчас, если брать состояние сети, на середину прошлого года было 620 отделений, сейчас порядка 550. Мы рассчитываем. За счет чего вы? За счет расширения дистанционных сервисов? Или просто закрываете в тех местах, где нет потока, что ли? И то, и другое. В первую очередь, второе все-таки. Для нас становится очень важным идентифицировать те зоны роста, где мы видим потенциал развития бизнеса, а одновременно отказаться от тех зон, где с учетом тем более очень резкого снижения продаж кредитов, мы видим, что бизнес долгие годы может перестать быть рентабельным. Поэтому здесь мы, в первую очередь, укрупняем точки с одной стороны, с другой стороны закрываем там, где мы не видим перспектив. И сокращение персонала тоже на этот год запланировано. Порядка 15% сокращения мы в банке произведем. Но это такие серьезные задачи. Но это сокращение связано с ситуацией на рынке или... С повышением эффективности внутренней системы. Часть связана с тем, что меньше продаж кредитов, соответственно, меньше необходимость в кредитных специалистах розничных, в первую очередь. Безусловно, здесь я говорю о рознице. Есть частичный эффект от сокращения сети. Но, с другой стороны, мы очень, как я говорю, много инвестируем в эффективность, поэтому происходит естественное снижение затрат у дельных. Поэтому эти процессы, они накладываются друг на друга. Вот об этом мы обязательно поговорим во второй части нашей передачи. А сейчас время рекламы. Еще раз здравствуйте. В эфире программа «Действия». Ее веду я, Анатолий Аксаков и Василий Богданов. Да, здравствуйте, друзья. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Дмитрий Алюнин, председатель правления Росбанка. Еще раз здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Еще раз здравствуйте. Дмитрий Юрьевич, вы сказали о том, что большие средства вкладываете в новые технологии. А что это за технологии? К чему они предназначены? Как они помогают клиентам вам? Куда должен вкладывать банк в таких непростых условиях? Ну, опять же, сложно давать, сложно давать универсальные советы. Я думаю, что во всех условиях банк, который сегодня останавливается в своем развитии, он обречен на неудачу. Поэтому даже несмотря на сложные экономические условия, поддержание уровня инвестиций в инновации остается ключевым для банка. Тем не менее, инновация – это не единственное направление. Инновации мы связываем в первую очередь с дистанционными каналами продаж, с новыми технологиями расчетов. И это, безусловно, важное направление, в которое мы инвестируем. И, в частности, в начале апреля мы запустили новое мобильное приложение, которым гордимся и надеясь, что он получит должную оценку и клиентов, и экспертов соответствующих. Но без этого сегодня даже уже нельзя развивать розницу эффективно. У нас было до этого мобильное приложение, мы не были сильно им довольны, и поэтому решили, что нам необходимо это менять. Мы еще в прошлом году это решение приняли. И вот в апреле этого года запустили уже в промышленную раскалку. Что касается другого направления инвестиций, это, безусловно, повышение эффективности. Это различные технологии, например, электронного хранения досье кредитных. Это технологии, которые многие банки сейчас применяют. Мы были несколько позади рынка в этой части, но приняли решение, опять же, приезжающими темпами наверстать и полностью перейти на безбумажную работу офиса. Третье направление – это фронтовые решения. Фронтовые решения мы инвестируем в новый кредитный фронт. И, наконец, четвертое направление – это управление данными. А вот про кредитный фронт вы имеете в виду технические решения или работу с персоналом? Кредитный фронт я имею в виду ту программу, в которой заводится заявка клиента и в которой принимается кредитное решение. И дальше, соответственно, автоматические проводки выгружаются в бэк-офис, и мы имеем сквозную технологическую процедуру, максимально эффективную, быструю и удобную. Абсолютно точно. И четвертое направление – это управление данными. Потому что, опять же, все банки находятся на разных стадиях развития, но сегодня способность собирать данные, управлять ими, максимально осмысленно строить свои маркетинговые компании, переходить от сегментного подхода к максимально индивидуализированному предложению. Это, опять же, я считаю, необходимый шаг в поддержании конкурентоспособности. Это четвертое направление, в которое мы инвестируем. И, в частности, мы запустили проект создания нового CRM, то есть клиентской аналитической машины. А с вашей точки зрения, вот нынешние ситуации, когда во многих банках остановились и кредитование, так сказать, и клиенты замерли, и растет просрочка. Вот такая ситуация. Нас подвигнет, ну, банки еще активнее, например, заниматься внутренними резервами. Вот как вы правильно сказали, там, CRM и прочее, зачастую до сих пор в 21 веке многие банки не знают, что клиент, взявший в одном подразделении там автокредит, в другом числится как еще кто-то, и можно все это перекрестить, и сделать там индивидуальное предложение и прочее. Вот нынешняя ситуация помогает это осмыслить? Или наоборот? Ну, я думаю, что все-таки, во-первых, не так много банков, которые еще это не понимают. Я думаю, что как раз многие банки достаточно активно инвестировали, начиная с начала этого десятилетия. И такие решения, они сегодня так или иначе присутствуют в вопросах технологического уровня, вопрос аналитических способностей, которые заложены в решениях. Но так или иначе сегодня, я думаю, понимание этого факта есть. Другое дело, что уровень технологических решений, он может быть немножко разным. Поэтому это первое. А второе, я считаю, что в принципе мы сегодня, если смотреть на банковский сектор, находимся в условиях, когда себестоимость в целом банковского сектора будет расти не удельная, а общая, то есть банковский бизнес с учетом растущих требований регулятора, с учетом более технологичного сервиса, который клиенты требуют, будет становиться все более дорогим с точки зрения ядра банковского. И вы не видите, что в ближайшем будущем можно будет расти просто за ростом рынка? Нет, я думаю, что это невозможно. Я думаю, что это невозможно. И поэтому банки будут вынуждены вести, с одной стороны, инвестировать в максимально легкие каналы доступа к клиентам, то есть ядро будет дорогим, но будет стремление удешевлять каналы доставки продуктов клиентам. И это дистанционный банкинг, но не только он. Можно идти дальше. Это ограниченные, правда, в России, но я надеюсь, что эта ситуация будет меняться. Возможности дематериализации, сделать бизнес безбумажно. Сегодня у нас есть возможность электронную подпись использовать, но я думаю, что мы должны думать, например, о использовании биометрической сертификации. Ну, это вообще что-то будущее прям совсем. Хотя эксперименты проводятся. Группа Societe Generale в своем составе имеет такой банк Boursorama во Франции. Boursorama – это лидер онлайн-бэнкинга, банк, в котором даже ипотечные кредиты выдаются без всякого физического контакта с клиентом. В том числе за счет того, что государственная система сертификации голоса существует. И сделки осуществляются по голосу. И там невозможны некие фальсификации? Я не берусь судить о рисках, тем не менее, это государственная законом установленная сертификация, прошедшая необходимые тесты и не менее защищенная, чем сертификация через электронную подпись, которую мы используем сегодня. Поэтому, с одной стороны, это может показаться фантастическим, с другой стороны, даже в рамках сегодняшнего законодательства вы видите, что банки максимально стараются эффективно использовать уже его возможности, но я считаю, что эти возможности могут быть намного шире. Это, безусловно, является одним из важных направлений – дешевые каналы доступа. Второе – это размер. Я думаю, что с ростом, опять же, стоимости ядра бизнеса банковского, требований к капиталу. С другой стороны, снижение рентабельности клиента, потому что, так или иначе, маржа будет снижаться, доходность на клиента будет снижаться. По крайней мере, от традиционных банковских продуктов. Дальше можно думать, что еще навешивать. Сейчас мы продаем там страховку, завтра, может быть, мы будем продавать услуги телефонии, и в конечном счете, наверное, будут какие-то сращивания банковских бизнесов со смежными бизнесами. Как сегодня социальные сети пытаются начинать развиваться в расчетах, я думаю, что банки могут со своей стороны тоже двигаться в этом направлении. Но можно говорить о том, что вы очень много средств вкладываете в новые технологии, реструктурируете свой бизнес. Причем это делали без кризиса, но кризис однозначно это тоже как-то простимулировал. Но он только подчеркивает необходимость еще больше делать того, что мы планировали. Да, но это действия бизнеса. И вы абсолютно правильно действуете, показывая пример многим другим, работающим на российском рынке. При этом возникают вопросы, связанные с действиями власти. Если бы ваши действия подкрепить действиями, скажем, Госдумы, правительства, Центрального банка, вы могли бы достичь, может быть, большего эффекта. Вот на ваш взгляд, что необходимо сделать для того, чтобы эффективность вашего бизнеса, ну и других банкиров была более высокой? Ну, безусловно, наверное, самые-самые ожидаемые изменения сейчас, и они находятся не столько в области ответственности правительства или Государственной Думы, сколько в области регулирования Банка России. Это, с одной стороны, снижение ставки резервирования, ключевой ставки. Безусловно, на уровнях даже сегодняшних 14% ожидать серьезного роста кредитования сложно, особенно в розничном сегменте. Поэтому, наверное, это самое ожидаемое изменение. Второе. Я думаю, что мы должны ожидать не ухудшений условий осуществления бизнеса с точки зрения дополнительных регуляторных требований, я считаю, что они нужны и справедливо, но необходимо дать определенную паузу для того, чтобы банкам, которые сейчас переживают не самый, как мы говорили, простой период с точки зрения балансирования между рентабельностью и рисками, дать возможность без дополнительного давления пройти, по крайней мере, 2015 год. И третье. Я думаю, что здесь можно говорить о двух других направлениях. Это именно поддержка спроса. Мы упоминали программы, которые существуют сегодня. Их можно расширять. Почему только то, что делается сегодня. Мы можем вполне себе представить программы, направленные и на вторичное жилье, и на другие сектора потребительского кредитования, помощь, например, направленные на молодые семьи, на учителей, на теле иные сегменты населения, для субсидирования кредитов, на обучение, например, и так далее. То есть здесь набор инструментов поддержки спроса, он может быть достаточно разнообразным. То есть это как раз процентная такая поддержка, да? Вы говорили там. Поддержка спроса. Риски процента. Вот по процентам государство может помочь. А что касается рисков, здесь какие шаги государства могли быть? Второе направление – это сохранение ответственности. И я не думаю, что правильно будет говорить об ужесточении, но о последовательном подчеркивании ответственности заемщиков за необходимость возвращать свои средства. Это больше к проекту финансовой грамотности, который вроде бы неоднократно начинался, но как-то серьезно так и не развернулся. Это и в том числе исключение популизма в дискуссиях о валютной ипотеке. Слава богу, ситуация, я считаю, нормализуется и входит в здравое русло. Но тем не менее, сколько популизма было на этот счет. И в какой-то мере мы нанесли вред даже нашим заемщикам, которые могли бы раньше осуществить реструктуризацию, но ведомые различными мотивами, потому что они разные. Ну да, некоторые люди предпочли митинговую деятельность. Вместо того, чтобы... Ведомые различными мотивами, вместо того, чтобы вести конструктивный диалог, реструктурировать кредит, искали, возможно, самого простого пути. Ну и таких примеров можно еще привести несколько. Ну и третье направление, если от рисков, все-таки это дальнейшие шаги по снижению себестоимости банковского бизнеса. Все-таки берем архивные дела. Огромные затраты. Российские банки тащат гигантские бумажные архивы. Да, что-то делается с центральным банком в области перехода на безбумажную отчетность, но это капля пока в море. Мы должны идти намного дальше. Зачем мы тащим за собой многогодовые архивы кредитных досьей и многих других документов? Великая загадка. Ну да, можно все в электронной форме хранить. Абсолютно. Также мы можем говорить о противодействии легализации и финансировании терроризма. Да, нужное дело. Абсолютно согласен. Тем не менее, масштаб и эффективность никто не оценил. Насколько эффективен каждый рубль, вложенный в борьбу с этими, безусловно, негативными явлениями по отношению к той отдаче, которую мы получаем, никто этого не считал, потому что сегодня издержки в основном несет банковская система. А вот с агентством кредитных гарантий вы как-то взаимодействуете? Мы работаем с агентством по кредитным гарантиям и с банком малого и среднего предпринимательства. Я думаю, что это такие важные факторы восстановления спроса и предложения в секторе малого бизнеса. Тем не менее, пока активность, например, агентства по кредитным гарантиям остается небольшой, невысокой. И я думаю, что опять же, просто масштабы той поддержки, о которой мы говорим, они не сопоставимы с масштабами рынка в целом. И это может помочь некоторым, но вряд ли это может кардинально изменить картину. Ну, есть все-таки надежды на то, что в 2015-2016 году будут изменения к лучшему? У меня есть не надежды, у меня есть уверенность. Я вижу, что и клиенты, и банки хотят развиваться, хотят, чтобы мы решили проблему и перешли к устойчивому росту. Раз у нас есть воля, у нас все получится. Ну, вот на таком оптимистичном настрое, на такой оптимистичной ноте мы завершаем нашу передачу. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. В эфире была программа «Действия». Вели я, Анатолий Аксаков и Василий Богданов. И в гостях у нас был Дмитрий Алюнин, Росбанк. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok